Пятый день несанкционированных акций протеста в Хабаровске. Жители города протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала. В четверг он был задержан по делу об убийствах и покушениях на убийство ряда предпринимателей в начале нулевых. Сейчас Фургал в СИЗО Лефортово в Москве, а в Хабаровске, начиная с субботы, не прекращаются выступления в его поддержку, о которых арестованный губернатор, впрочем, не знает. Как рассказали представители общественной и наблюдательной комиссии Москвы, в камере у Фургала не работает телевизор. В самом Хабаровске ожидают роста протестных настроений в ближайшие выходные. Об этом сообщает наш коллега, корреспондент Дождя Василий Полонский, который сейчас присоединяется к нам с места событий. Вася, рад приветствовать тебя в эфире. Итак, что происходит сейчас в Хабаровске, где уже, насколько я понимаю, 10 часов вечера? И есть ли какой-нибудь план у протестующих на ближайшие дни, в том числе на выходные? Да, Тихон, я приветствую тебя. И, как обычно, в 22.00, ровно по Хабаровскому времени, митинг заканчивается. Заканчивается он кричалкой «Спасибо полиции». Они благодарят полицейских, которые не задерживают. Вы можете обратить внимание за моей спиной, что еще осталось какое-то количество митингующих. Мы сейчас чуть ближе к ним подойдем. Но я бы хотел рассказать вообще про сегодняшний день. Все началось почти, как обычно, в 20.00. Тут, рядом с домом правительства края, стали собираться митингующие. Их сначала было очень немного. Но я бы хотел объяснить нашим телезрителям, тем, кто не знает, как вообще это происходит. Где-то человек 50-100 собирается на площади. И они выдвигаются в поход по городу. И вот сегодня в 20.00 все собрались, кто дошел до площади. И они пошли. Но вернулось приблизительно в 3 или в 4 раза больше людей. Где-то человек 300-400 пришло обратно на площадь. Где-то 40 минут их не было тут. Но сегодня была по-настоящему впечатляющая колонна из автомобилей. Их было, правда, много. Они очень громко будели. По сравнению, например, с вчерашним днем, когда я работал в первый день. Мне, конечно же, все говорят, что вы не видели, что было в прошлую субботу. Но меня, если честно, это впечатлило. И давайте посмотрим на эту колонну, которая сегодня выдвинулась также по городу. И гудела, и кричала, и махала флагами. Посмотрим. Ну вот так эта колонна поехала. Что хочется сказать. Я сегодня разговаривал с представителями различных партий. В том числе и коммунистической партии. И вот коммунисты уверены, что несмотря на то, что ЛДПР их противники, один из главных противников тут в регионе, они поддерживают этот митинг. Они выступают за честный суд над губернатором Фургала. И в том числе они вышли бы на акцию протеста, если бы их тут приняли. Потому что они уверены, что их тут особо не ждут с их флагами и с их кричалками. Но давайте мы пообщаемся с людьми, которые сегодня сюда пришли, и узнаем вообще, какие планы у митингующих. Здравствуйте, вы в прямом эфире телеканала Дождь. Можно короткий вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, вообще какой план? Вы же выходите сюда каждый день, каждый день митингуете. Какой вообще план по протестам, если есть такой? Ну, насколько я пыталась разобраться в этом вопросе, я считаю, что если есть такой шанс через именно такую форму обращения людей к власти, если есть хоть один шанс смягчить наказание, ну, либо как-то изменить, может быть, меру пресечения нашего губернатора, то мы обязаны, как жители, которые любят его и уважают, мы обязаны этот шанс использовать. Но вы готовы выходить сюда до победного конца, я правильно понимаю? Ну, пока не будет ясности. Я понял, не могу не спросить, когда вы выходите сюда на площадь, вы к кому обращаетесь? Вы обращаетесь к местным властям или к Владимиру Путину, или к московскому правительству российскому? Мы обращаемся ко всем тем, у кого есть возможность нас слышать. Я понял, спасибо огромное, до свидания, удачи. Ну, вот видите, это позиция одной из митингующих. Я в том числе хотел бы рассказать, что тут произошло... Вот мужчины мне говорят, что ФСБшники ходят. Вот мужчины мне говорят, что ФСБшники ходят. Можно с вами коротко пообщаться? Вы были... Вот их заснимите вот этим лицам. Подождите секундочку, подождите, я хотел бы с вами пообщаться. Скажите, пожалуйста, вы были один из тех, кто закончили сегодня акцию и благодарили полицию. Зачем вы благодарите полицию? А потому что она с народом. Она не лезет, не провоцирует. И нас не останавливает. Не останавливает. Они же с народом. Мы не такие же люди. Не могу не спросить, тут табуированы такие лозунги, как Путин вор, Путин долой. Ну, давайте так скажем, что это у каждого слоя, как бы, да, сердце. Ну, просто зачем это? Мы все понимаем, да, мы все здравые люди. Кто, что и как. Мы же понимаем, откуда это исходит. Какая жизнь стала, да? Кто наворачивает, так скажем, кто живет богато, да? Ну, вот, скажите, я живу на пенсию, инвалид. А они, вот, Песков возьмите, там, дети где-то за рубежием, да? Мы все же понимаем, откуда что исходит. Мы же не глупые. Скажите, ваши личные планы по этим акциям? Вы до какого момента будете подходить? До конца. А что является концом? Ну, во-первых, освобождение Сергея Ивановича Шургала. Это в первую очередь. А вы сами ходили на выборы, голосовали за него? Да, да, да. А почему именно он? А потому что мы устали от той власти, которая уже... Что же он сделал? Что сделал Соколов? Где они, почему их не судят? Вот возьмите даже Соколова. А где он? Не знаете? В Америке. В Америке живет. А почему? Он накрал здесь, наворовался. Единая Россия, прошу заметить. Наворовал. И убежал. Никто не остановил. Возьмем Сечину, 5 миллионов, да, как пишут, там, 5 миллионов зарплатов в день. В двухкомнатных, в Хабаровском центре. Да? А у простого народа, тридцатка, у него трое-четверо детей, образно говоря. Это что, справедливо? Хотя это все наше, народно. Очень многие говорят о том, что в субботу будет массовая акция. Правда, это нет, что вы знаете об этом. Ну, я вам скажу, полиция, Инстаграм, Телеграму, ну, да. Я понял, я понял вас. Спасибо огромное. Ну, вот такая ситуация, спасибо вам большое. Вот такая ситуация у нас, Хабаровске. В том числе, я хотел бы рассказать, для Москвы это была новинка. И москвичи это видели, когда был митинг против поправок Конституции. Последний день, когда был последний день голосования. Полиция начала раздавать маски. И тут это то же самое произошло. Несколько девушек в униформе ходили в толпе митингующих, раздавали им маски, говорили о том, что сложная ситуация в городе с коронавирусом. И вот начали раздавать такие маски. В общем, тут никого это не удивило. Люди, наоборот, восприняли это как жест доброй воли. Ну, а я буду дальше освещать, в том числе ждите мой разговор с митингующими о том, что они думают о президенте страны. И вообще, как они относятся к центральной власти, несмотря на то, что тут все-таки есть определенное табу на лозунги, посвященные именно президенту страны. Пожалуйста, Вася, мне хотелось бы утащить все-таки у вас там в Хабаровске, как ты говоришь. У вас там в Хабаровске кого можно назвать организатором этих выступлений, несанкционированных акций, которые уже пятый день продолжаются? Это некая самоорганизация через социальные сети? Это политические силы? Не знаю, например, штаб Алексея Навального, или коммунисты, или ЛДПР, или кто-то еще. Кто пятый день подряд, помимо благородных, по их мнению, стремлений защитить Сергея Фургала, выводит людей на улицу? Смотрите, ситуация очень простая. Сами люди говорят, что они выходят по своей воле, они организуются в социальных сетях, это нету какой-то одной единой группы. Просто кто-то видит пост о том, что нужно прийти сегодня на площадь к Дому правительства, и он его распространяет. Есть, конечно, информация через местные СМИ, рассказывает о том, что команда Сергея Фургала, в том числе часто упоминается фамилия его пресс-секретаря, о том, что они организовывают эти митинги, но пока мне не удалось доказать или опровергнуть эту информацию. К сожалению, пресс-секретарь, как и вся команда, почему-то пока избегают телеканала «Дождь» и вообще общения с журналистами. А я напомню, что несколько раз появлялся такой слух о том, что у пресс-секретаря Фургала проходят обыски, и даже она задержана и арестована. Но это все оказалось фейком. Сегодня в том числе выступал молодой человек в толпе. Я не знаю, кто он такой, но он сказал о том, что Инстаграм Фургалы взломали, и пресс-секретарь завела новую страничку и просил поддержать пресс-секретаря. Вот, как я понял, молодой человек находится рядом со мной. Сейчас мы с ним пообщаемся. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете эту информацию? Здравствуйте. Меня зовут Александр Владимирович, а я в городе Хабаровске житель. Я знаю по-сюда. Смотрите, я могу сюда зайти. У нас есть группа за Фургала. Вот, страничка. То есть вы просто это узнали из группы, я правильно понимаю? Нет. Я узнал от лично секретарю губерната Хабаровска, лично в Инстаграме и Ощи. А вы не знаете, почему она не общается со СМИ? Я пока еще не знаю, но надо вопрос ей задать, я обязательно ей напишу в Инстаграме. Ну вот мы пытались до нее дозвониться, к сожалению, и нам ничего не удалось. Она не подходит к телефону и пишет, что у нее не получается. Изредка раз в день она отвечает, что у нее не получается, к сожалению, дать нам комментарий. Ну а ждите, в общем, дальше мое включение. Тихон, если есть у тебя еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Нет, оставляем тебя в гостеприимном Хабаровске. Спасибо, мой коллега Василий Полонский. На прямой связи с нашей студией в Хабаровске, напомню, пятый день подряд продолжается выступление против ареста губернатора Сергея Фургала. Кстати, к разговору про организаторов этих выступлений партия ЛДПР парадоксальным образом своих сторонников принимать участие в этих акциях в Хабаровске не призывает. Об этом в интервью моему коллеге Владимиру Роменскому заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Право собираться мирно записано в Конституции и за все эти дни никаких беспорядков. Должны ли акции продолжаться? Это они, сами жители. Мы не хотим навязывать себя и подключаться к этому, чтобы потом нас ни в чем не обвинили, что мы были сторонниками беспорядков, каких-то волнений. Люди сами все делают. И мы рады, что им не нужен поводы, не нужна какая-то политическая крыша. Это очень хорошо, когда люди все делают сами. Нам никто ничего не намекал, и мы всегда действуем самостоятельно. Но я вам, Владимир, уже пятый раз говорю, ЛДПР никогда не участвует в мероприятиях, не разрешен. Вам удалось вообще обсудить арест Фургала с руководством страны? Удалось ли достучаться до президента? Все, что мы считаем возможным, мы сделали. Мы тоже требуем освободить Фургала. Но это нужно, чтобы я организовала администрация президента. Письмо я направил с просьбой организовать мою встречу с президентом страны. Вот если получится, значит пойду на эту встречу. Не получится, значит будем действовать публично. Владимир Вольфович, ну а как тогда члены вашей партии могут чувствовать себя в безопасности, если приходят то за одним, то за другим? Вы это сами упоминаете. А вы как главный заступник не можете даже до президента достучаться, руки у вас связаны. Я же не могу стоять у Кремля и в ворота стучаться. Обычно мы подаем заявку в администрацию президента, что просим организовать встречу с президентом. Такую заявку я дал. Будет желание и время. Сейчас же тоже пандемия. Он же все проводит оффлайн. Да, Власов? Оффлайн. Ну может быть лично встретиться. То есть мы, повторяю, Роменский, все, что надо, мы делаем. Постоянно делаем. И надеемся, если не освободят, не освободят сейчас Кургава, может быть в будущем добьемся акта помилования президента. Мы все будем делать. Да нормально все. Чего вы так пугаетесь? Это политика. Это было сделано плохо. Топорно. Взять, скрутить руки, наручники, машину и Москву. Это они, видимо, уже разборки проводят. Кто-то пострадает. Кому-то погоны снимут. Кого-то в должности понизят. Сами себя опозорили на весь мир. Нигде в мире так не искручивают всенародно избранного губернатора. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Полностью интервью с ним Владимира Роменского. Смотрите на нашем сайте tvrain.ru совсем скоро. А мы обсудим ситуацию в Хабаровске прямо сейчас. К нам присоединяется политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович. Я вас приветствую в эфире телеканала «Дождь». Что за вольница такая на Дальнем Востоке? Пятый день. Ходят взад-вперед. Вчера вроде как задержали одного человека. Протестующие возмутились, его отпустили. Сегодня полиция присутствует, но не мешает. Она, наоборот, помогает, раздает маски. И все это продолжается без каких бы то ни было инцидентов. Ну, вы знаете, во-первых, она давно, эта вольница. Результаты выборов там Москву давно разочаровывают. Я думаю, что это объясняется в первую очередь особым типом людей, которые там живут. Это люди фронтира. Вот как в Америке есть люди Дикого Запада, которые такие лихие, решительные, с долькой долей авантюризма люди, так и у нас на Дальнем Востоке. Это потомки ссыльных, потомки беглых, потомки романтиков, которые ехали строить там по коммунистическим, социалистическим призывам. Или по неволе. Те, кто хотел побольше заработать там на рыбном промысле или на какой-нибудь трансграничной торговле. В общем, такой народ, который привыкает и любит решать за себя сам. Не зря там всегда было на 3-5% больше голосов в среднем, чем по стране. Вот специфическая публика такая. Это первое. Второе накопилось. Там долго копилось, десятилетиями, даже поколениями. Копилось ощущение, во-первых, вот этой самостоятельности, а во-вторых, оторванности. И в-третьих, обделенности. Действительно, денег туда никогда не доходило из центра. Центр только брал чего-то, но чрезвычайно мало чего давал. И ситуация уже перешла край терпения у людей. Тем более, что они такие достаточно активные. И, наконец, уже в вашей программе прозвучало, что да, объединились конкурирующие, абсолютно легальные системные оппозиционеры в борьбе против того, что делает центр, потому что он позволяет себе многое, слишком многое. Это первое. А второе, объединились люди в своем неудовольствии, скажем так, и местные элиты. Тут не надо закрывать глаза на то, что, конечно, в этом протесте участвуют и элитные группы, помогают ее организовать. Они помогают печатать майки, они проводят синхронные протесты не только в Хабаровске, но и там, например, в Николаевске на Амуре, или в Комсомольске на Амуре, или в Амурске. Все это одновременно. Конечно, без координирующего роли местного номенклатурного класса это бы не работало. А потому что эти люди понимают, что уйдет действующий губернатор, и уйдут они, причем уйдут так, по-взрослому, что называется. Поэтому они борются. Я думаю, что это знак того, что, скажем так, территориальная политика или территориальный менеджмент, исполняемый Кремлем, перестал удовлетворять регион. Это ведь не первый случай. У нас был и Ненецкий округ с голосованием протестным, у нас был Архангельск с мусорными протестами, у нас была Ингушетия с пограничными протестами. Вот сейчас Хабаровский край. Я уже не вспоминаю про результаты выборов региональных и в Думу, которые показывают, в общем, некоторую напряженность, и в основном как раз на Дальнем Востоке. И поэтому местные элитные группы скорее симпатизируют протестантам, чем их пытаются подавить. Это очень важный знак. Это значит, что лояльность местного регионального новенклатурного класса перестала быть неисчерпаемой. Вот плохой знак для московской вертикали. Я бы ее назвал, правда, не московской, а кремлевской. Ну хорошо, я прошу прощения, вот вы упомянули Ненецкий автономный округ, там вроде как пока отказались от объединения с соседней областью. Ингушетия, там уголовные дела, и никто больше не протестует против, значит, переноса границы. Шиес, все как-то там заглохло. К чему я это упоминаю? К тому, что, поправьте меня, если я не прав, мне кажется, здесь сейчас есть три сценария. Первый, значит, все это, вся эта протестная активность постепенно сходит на нет. Это первый вариант. Второй вариант развития событий. Митинги продолжаются. Кремль назначает, значит, временно исполняющего обязанности, и митинги становятся еще сильнее. Или же третий вариант. Кремль назначает временно исполняющего обязанности. Митинги еще в каком-то виде идут, но ситуация остается такой, какой она остается. Насколько эти варианты верны, и какой из них вам кажется более правдоподобным? Я думаю, самый правдоподобный третий. Люди не могут всю жизнь проводить в протесте или на митингах. Им надо работать, им надо заботиться о семье, в конце концов продукты покупать, еду готовить и деньги зарабатывать. Так что я думаю, что это будет примерно то же самое, что с белыми протестами в 2011-2012 году в Москве. Да, с белой ленточки и так далее. Все это было. Какую-то часть репрессируют. Остатки фургаловской элиты раздробят, уничтожат с тем, чтобы другим неповадно было. Народу чего-нибудь подкинут в качестве компенсации. И митинг этот рассосется. Но проблема в том, что он рассосется не в пользу, а в негативную сторону. Опять будет этот застой, как только этот протест туда удастся развести, разрулить каким-то образом, на кого-то наказав, кого-то напугав, кого-то накормив ненадолго. Так это опять вернется к той застарелой модели территориального отставания, которое в последние 2-3 поколения на Дальнем Востоке наблюдается. Никуда от этого не денешься. Так что я бы не радовался с той точки зрения, что это протесты, которые предвестники революции. Я думаю, что это предвестники катастрофы. В том смысле, что система территориального менеджмента просто явно не справляется. Управляющая компания под названием «Озеро» плохо руководит жилищным комплексом, где проживают 145 миллионов человек. Но эти 145 миллионов человек не имеют ни голоса, ни представителей, ни возможности повлиять на назначение этой самой управляющей компании. А она берет в себя достаточно серьезное комиссионное за руководство этим процессом и совершенно не собирается с ними прощаться. Так что зачинщиков найдут и накажут с тем, чтобы другим неповадно было. Народу дадут половинку пряника и покажут кнут. И вернемся на некоторое время еще, пока все это окончательно не развалится, к этой псевдо-стабильности, о которой так заботятся наши кремлевские. Еще пока не старцы, но скоро уже старцы. Скажите, вот 13 сентября 2020 года, как мы все помним, а может быть не все, но тем не менее у нас единый день голосования и выборы глав в более чем 10, по-моему, регионах. В Хабаровском крае выборов нету, есть они, соответственно, западные, в Иркутской области, например. Как вам кажется, события в Хабаровском крае подобные, вообще если брать это как модель, подобные выступления в одном из регионов, смотрят ли на них и видят ли их в регионах соседних или отдаленных? И выражают ли под воздействием этого свое отношение к происходящему в ходе выборов? Видят, и еще как. Там люди, не дурея нас с вами, и в Кремле, кстати говоря, тоже. Именно поэтому у Кремля не так уж много времени для того, чтобы разрулить эту ситуацию, но в то же время у него достаточно ресурсов и финансовых, и административных, чтобы ее прекратить, так скажем. И прекратить таким образом, чтобы соседям не захотелось, чтобы неповадно было. Так что, я думаю, выборы будут, да. Но уже госпожа Матвиенко заявила, что вот эта процедура общенародного голосования, которая осознанно была сделана в обход основного, главного, рамочного закона об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, этот закон, грубо говоря, похилили в процессе вот этого самого общенародного голосования. И находки организационные, конечно, будут использоваться осенью, о чем сказала госпожа Матвиенко. Досрочно надо голосовать. На этот раз... Я понимаю, что, в таком случае, один день будет голосование в сентябре, это потом уже его расширит? Досрочное голосование было легально, но здесь оно делается основной формой, которую нельзя ни проверить, ни проконтролировать. Это просто, если у нас 55% тех людей, которые... Даже не 55%, а 55% пунктов от того числа, которые пришли голосовать, три четверти, это проголосовавшие досрочно. И, конечно, вот там-то и скрывались эти 20 с лишним приписанных миллионов голосов за. Но разве такие полезные инструменты можно игнорировать? Конечно, они будут использоваться. Или досрочка, или голосование на дому. Но главное, что уже, что называется, терять стыд нечего. Уже пересечена вот эта граница, когда это было неприлично. Сейчас сказали, что да, отлично прошли выборы, прекрасно, прозрачно. Ну, 20 миллионов приписали, но с кем не бывает. Это прямой сигнал региональным элитам, как надо действовать и что от них ждут. Так что выборы, как способ коммуникации народонаселения с властью, осознанно, по сути дела, уничтожаются. Но другого способа коммуникации нет, потому что выходы на улицу это не коммуникация, это заявление протеста. Можно протестовать неделю, две, три, но это не переговоры, не процесс обмена мнениями. Так что я думаю, это тупик. Со всех точек зрения. Для нас и для власти. Спасибо. Дмитрий Орешкин, политолог в прямом эфире телеканала «Дождь» о событиях в Хабаровском крае и шире о том, как на это реагируют в Москве и в целом по стране. Редактор субтитров А.Семкин